Дорогие учащиеся! Пожалуйста, уберите мобильные телефоны, отвлекитесь от внеучебных дел. Приготовьте рабочее место и письменные принадлежности. Отнеситесь с пониманием и уважением к труду учителей, записавших для вас этот видеоурок. Желаем вам успехов! Добрый день, ребята! Тема сегодняшнего занятия – задачи на проценты. Шестой класс. Вспомним определение процента. Процентом называется сотая часть числа. Один процент равен одной сотой. Мы с вами знаем, что проценты можно записывать как в виде обыкновенной, так и в виде десятичной дроби. Вспомним, что один процент – это 0,01. Соответственно, два процента – это 0,02. 12 процентов – это 0,12. А вот 20 процентов – это 0,2. Так как 0 в десятичной дроби мы можем отбрасывать. 120 процентов – это 1,2. Чтобы найти процента числа, нужно умножить число на десятичную дробь, которая соответствует процентам. Рассмотрим пример. Найдите 5 процентов от числа сорок. Знаем, что 5 процентов – это 0,05. Поэтому нам нужно с вами 40 умножить на 0,05. Получим в ответе 2. Чтобы найти 24 процента от числа 86, нужно 86 умножить на 0,24. Получим в ответе 20,64. 120 процентов от числа 950 составляет 1140. Нужно 950 умножить на 1,2. Чтобы найти число, проценты которого известны, нужно указанное значение разделить на десятичную дробь, которая соответствует процентам. Давайте рассмотрим пример. Найдите число, 5 процентов которого равны 40. 40. Знаем, что 5 процентов – это 0,05. 40 разделим на 0,05. Получим 800. Найдите число, 24 процента которого равны 4,32. 4,32 разделим на 0,24. В ответе получим 18. Давайте рассмотрим задачи на проценты. Итак, задача номер 1. Слива при сушке теряет 45 процентов своей массы. А. Сколько сушеной сливы получится из 8 килограмм свежей? Б. Сколько свежей сливы нужно взять, чтобы получить 4 килограмма сушеной сливы? Решим задачу под буквой А. А. Слива при сушке теряет 45 процентов своей массы. Сколько сушеной сливы получится из 8 килограмм свежей? Имеем массу сливы 8 килограмм. Нужно найти 45 процентов от всей массы. То есть нужно найти 45 процентов от 8 килограмм. Найдем процент от числа. Для этого 45 процентов переведем в число. Это 0,45. И 8 умножим на 0,45. Получаем, что масса, которая теряется при сушке, равна 3,6 килограмм. Чтобы найти массу сушеной сливы, нужно из общей массы вычесть массу, которая теряется при сушке. Из 8 отнимем 3,6. Получаем, что масса сушеных слив равна 4,4 килограмма. Решим данную задачу под буквой B. Слива при сушке теряет 45 процентов своей массы. Сколько свежей сливы нужно взять, чтобы получить 4 килограмма сушеной сливы? Обратите внимание, ребята, что эта задача обратная задача предыдущей задачи. Что же нам нужно сделать? Нам нужно найти проценты, которые остаются при сушке. И для этого из 100% мы вычтем с вами проценты, которые теряются при сушке. Это 45%. В ответе получаем, что 55% остается при сушке. Далее нам нужно найти с вами число, 55% которого равны 4. Берем, так как известно, что 4 килограмма сушеной сливы взяли. Для этого 4 разделим на 0,55. Получаем, что масса свежей сливы равна 7,3 килограмма. Рассмотрим задачу номер 2. Налог на доход составляет 13% от начисленной суммы. А. Ивану Петровичу начислили 15 тысяч рублей. Какую сумму он получит после вычета налога? Б. Петр Иванович получил после вычета налога 17 тысяч 400 рублей. Какую сумму ему начислили? Решим данную задачу под буквой А. Итак, повторим. Налог на доход составляет 13% от начисленной суммы. Ивану Петровичу начислили 15 тысяч рублей. Какую сумму он получит после вычета налога? Итак, общая сумма 15 тысяч рублей. Налог составляет 13% от этой суммы. То есть нам с вами нужно найти процент от числа. Для этого, ребята, мы с вами 15 тысяч умножим на 0,13 и получим, что налог на доход равен 1950. Но нам нужно найти, какую сумму он получит после вычета налога. Для этого из 15 тысяч рублей, из общей суммы, мы должны с вами вычесть налог на доход. И получаем, что 13 тысяч 50 рублей получит Иван Петрович. Решим данную задачу под буквой Б. Налог на доход составляет 13% от начисленной суммы. Петр Иванович получил после вычета налога 17 тысяч 400 рублей. Какую сумму ему начислили? Найдем проценты, которые остаются после вычета налога. Для этого из 100% вычтем 13%. Получим 87% остается после вычета. Также известно, что после вычета налога Петр Иванович получил 17 тысяч 400 рублей. Найдем число, 87% которого равно 17 тысяч 400 рублей. Для этого 17 тысяч 400 разделим на 0,87. 20 тысяч рублей было начислено Петру Ивановичу. Рассмотрим задачу 3, более сложную задачу на проценты. Вкладчик положил в банк 10 тысяч рублей. Банк начисляет ежегодно доход 8% на сумму вклада, находящуюся на счете вкладчика к началу года. Какой доход получит вкладчик за 3 года? Сумма, находящаяся на вкладе в начале года, равна 10 тысяч рублей, что соответствует 100%. По условию задачи на начало года банк начисляет 8% на сумму вклада, то есть после начисления дохода она будет составлять 108%. 100% прибавим 8%. Найдем проценты от числа. 10 тысяч умножим на 1,08. Получаем, что 10 800 рублей будет на счете через 1 год. То есть на начало второго года на счете у нас лежит 10 800 рублей. И банк опять на эту сумму начисляет 8%. То есть 10 800 нужно умножить на 1,08. Получим, что 11 664 рубля будет на счете через 2 года. Соответственно, на начало третьего года у нас на счете лежит 11 664 рубля. И банк снова начисляет 8% на данную сумму. Тогда, чтобы найти сумму, которая лежит на счете через 3 года, нам нужно 1,664 умножить на 1,08. Получим 12 597,12 рублей. Будет на счете через 3 года. Решим еще одну задачу, связанную с финансами. Папа получает 18 760 рублей. Мама 19 240 рублей. На продукты наша семья тратит 55% всех денег. На оплату коммунальных услуг 15%. Какая сумма остается на другие расходы? Давайте найдем общий доход семьи. Для этого доход папы сложим с доходом мамы. Получим 38 000 рублей. Это общий доход семьи. И это составляет 100%. Можно найти, а сколько же процентов у нас тратится. То есть 55% плюс 15% – 70% – это затраты на продукты и оплату коммунальных услуг. Соответственно, на другие расходы остается 30%. Найдем процент от числа. 38 000 умножим на 0,3. 11 400 рублей остается на другие расходы. Задача для самостоятельного решения. У Алеши 80 марок. У Бори на 20% больше, чем у Алеши. У Вовы на 25% меньше, чем у Алеши. Сколько марок у Бори и Вовы в отдельности? Подумайте, как можно решить эту задачу. У Бори на 20% больше марок, чем у Алеши. То есть нам нужно с вами найти процент от числа. Для этого мы 80 умножим на 0,2, получим 16 марок. То есть у Бори на 16 марок больше, чем у Алеши. Если у Алеши 80 марок, у Бори на 16 марок больше, то 80 прибавляем 16, получаем, что у Бори 96 марок. Также в условии задачи сказано, что у Вовы на 25% марок меньше, чем у Алеши. Найдем процент от числа. 80 умножим на 0,25, равно 20 марок, то есть у Вовы на 20 марок меньше, чем у Алеши. Так как у Алеши 80 марок, то 80 минус 20, получаем, что у Вовы 60 марок. Подведем итог. На сегодняшнем занятии мы повторили определение процента, нахождение процента от числа, нахождение числа по его проценту.